Виктор Васильевич Сазонову сегодня 78 лет. Когда началась Великая Отечественная война, он был еще совсем ребенком. Как начало войны, я помню, не помню, потому что был очень маленьким. Да и военных действий на территории Тамбовской области не происходило. А вот уже в конце 1943 года мы уже почувствовали, что такое война. В городе Мичуринске, где жил на тот момент Виктор Васильевич, находился железнодорожный узел, через который день и ночь проходили эшелоны с техникой, продовольствием и военными. Станции постоянно подвергались авиационным атакам. Когда уже стали производиться бомбежки, стали слышать артиллерийские выстрелы, мои родители и старшие братья, сестры стали рыть землянки на территории своего огорода. Мы жили в частном доме, где во время сирены, во время голого самолета мы маленькими детьми прятались. В 1947 году Виктор Васильевич пошел в первый класс, окончив школу, поступил в Саратовское военное училище и по распределению приехал в наш город. Отдав большую часть своей жизни службе во внутренних войсках, он отправился на заслуженный отдых и стал председателем Совета ветеранов Саровской дивизии. В нашей организации, в организации в настоящее время, пять участников Великой Отечественной войны, которые живы, служили в нашей дивизии и в настоящее время проживают в нашем городе. Это очень заслуженные люди. И мне хотелось бы так и пять, и шесть дружников тыла, которые во время войны работали на полях сельского хозяйства, в колхозах, совхозах, на заводах, фабриках. Вместе с супругой Виктор Васильевич воспитали детей, а сегодня помогают нянчиться с внуками и правнуками. В преддверии 9 мая поздравить, конечно, их всех. И в первую очередь участников войны, малолетних жителей концлагерей, узников Ленинграда и всех, которые пережили в лихолетии Великой Отечественной войны, тем более сейчас есть дети войны уже. Пожелать им, конечно, счастья, здоровья, благополучия. А участникам войны еще раз выразить благодарность за этот низкий поклон, за то, что они проявили в годы Великой Отечественной войны как на фронтах, так и на мирных трудах. Спасибо. Отстояли нашу Родину, сделали все для того, чтобы мы с вами жили более-менее счастливо и хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова